Друзья, приветствую! Михаил Исхимак прислал посылку с образцами двух масел. Это Mobil 1 FS 540 из Skoda Fabi 1.2 TSI турбобензин. И второй образец это Valvoline Maxlife 540, тоже полнозольное масло. Вот описание двух образцов из Audi Allroad C5 2003 года с таким серьезным пробегом 440 тысяч но правда уже мотор чинился, заменены там форсунки от Ивека, турбина от следующего кузова C6 2.7 мотора. Вот фотография борт-компьютера, смотрите верхний пункт, максимальная скорость 250 км в час. Так, значит образцы. В данном видео я рассмотрю масло Valvoline. Для этого создам эталон. Посмотрим, что покажет спектрограмма и потом проверю отработку. Вот такой спектр. Есть какое-то небольшое количество эстеров, но несущественное. Да, это не полиэстеры, это обычные. Ну и такой минимальный уровень. Далее я выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерил прибор, подкорректируем данные. Вот так, смотрите, противоизносных присадок 94 процента. Ну такой как бы обычный, можно сказать, уровень. Далее гликол сейчас подкручу. Сажу в нулевые значения выведу. Так, значит кислотная 1,71. Вот. Ну похоже на правду. И 9,4 щелочной. Ну тут в принципе, учитывая разницу ГОСТов, это очень вероятно. Потому что ГОСТы для свежего, они чуть выше, там до полутора может единиц, чем ГОСТы для отработки. Да, я выставил значение по данным производителя. Это 10. И все, эталон готов. И давайте проверим. Значит, Audi Allroad. Мотор 2,5 турбодизель. АКЕ 180 сил. Пробег, я уже сказал. Пробег на масле 6380 километров, 194 моточаса. Скорость средняя почти 33 километра в час. Ну и расход около 12. Так, смотрите. Значит, 66 процентов по противоизносным присадкам. Есть две десятые гликоли. Ну, не знаю, с чем это связано. А, кстати, да, добавляются присадки. Это может быть связано с присадками в топливо. Так, сажи 0,23 процента. Невысокая сажа. Совсем невысокая. Да, для 200 моточасов отличный показатель. То есть, топливная работает хорошо. Несмотря на то, что форсунки от ивека грузовика и повышенной производительности ТНВД. Так, значит, смотрите. 262 кислотное наросло. Ну, не так много тоже, да. И 7,2 щелочное. То есть, у масла еще отличный есть запас. Значит, да, отличный запас. В общем-то, достаточно хорошо. Несмотря на то, что вот здесь у Михаила написано, что максимальный нагрев масла при движении, при динамичной езде, 118 градусов. Это очень высокое значение. Вот. Ну, если там максимальная скорость 250, то удивляться вряд ли приходится. Так, смотрите, вязкость. Есть разжижение, то есть, нормальные по смеси. Не видно, чтобы было какое-то загущение. В общем-то, все, все хорошо с маслом. Достойно себя проявляет Волвалин. Так, да, традиционно, прошу вас, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Ну и нажимайте колокольчик, так поможете продвижению и каналу. Ну и давайте оценим ресурс, что было, что стало. У меня получилось, что в данном автомобиле, в данных условиях эксплуатации масло может проехать чуть более 14 тысяч километров, 430 моточасов. Ну, для дизеля, может быть, даже и не так много. Но, тем не менее, вот учитывая, какой нагрев бывает, я бы сказал, очень даже и неплохо. По нитрованию тоже вопросов нет. Ну, по вязкости, видите, 880 часов. Но вязкость, оно такое. Сегодня мы ездим по городу, параметр этот сильнее изменяется. Завтра выехали на трассу, там проехали 500 километров и, да, даже не 500, я думаю, что за час выпарится. Я, по крайней мере, разговаривал с, помню, как-то с Гурьяновым профессором и он мне рассказал, что, да, делали эксперимент в КамАЗовский мотор, стакан воды выливали и через, по-моему, он говорил 30-40 минут воды уже не было. То есть в хорошо прогрянном моторе вода должна выпариться через вентиляцию картера. Так, ну, что тут можно сказать? Что тут еще добавить? Да, вот тут написано у Михаила, что добавляет он двухтактное масло Shell. Это для работы топливной, для дополнительной смазки. Возможно, с этим связано вот это небольшое повышение гликоля. Вот такой получился тест. Благодарю Михаила за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео. Благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!